Здравствуйте! На канале Буктовая большие вечерние новости в студии Виктория Сащенко. Будни позади, самое время узнать о ключевых событиях недели. Авторы репортажей расскажут о том, что волновало жителей областного центра в эти семь дней, какие решения были приняты, какие инициативы были начаты и, конечно, как готовится наш Брест к миллениуму. Сегодня выпуски. Подведены промежуточные итоги комплексного ремонта партизанского проспекта. Рабочая комиссия во главе с председателем Брестского горосполкома Александром Рогачуком проинспектировала участок обновленного партизанского проспекта от улицы Московская до улицы Янки Купалы. Мы расскажем, каким сегодня видят преображенный уголок Старого Востока его жители. Новый вид автомобиля экспрессного сообщения. Владельцы маршруток продемонстрировали свои обновленные авто, тематические изображения с символами Бреста. Ирина Ольшова о ярком примере государственно-частного партнерства. Топ-семерка брестских чудес. Мнение историков, туристов и брещан изучала и анализировала Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Об этом и не только. Мы расскажем вам прямо сейчас. Излюбленный отныне и максимально преображенный уголок Старого Востока. Партизанский проспект влился в транспортную инфраструктуру Бреста как качественный и современный городской объект. Капитальный ремонт дорожного покрытия и благоустройство на участке от начала улицы Московской до Янки Купалы сегодня на заключительной стадии масштабной реновации. Подведение итогов завершения первой очереди строительства состоялось 7 ноября. По новому проспекту прогулялась наша съемочная группа, оценила удобство и поинтересовалась у брещан, насколько результаты соответствуют ожиданиям. Брещанки Светлана и Нина – инвалиды-колясочники. Подругам нравится гулять как по центральным бульварам и проспектам Бреста, так и по улицам отдаленных микрорайонов. Проживают на Гродненской, а потому маршрут Партизанского проспекта – один из излюбленных. Отныне на одной из главных транспортных артерий восточной части города стало гораздо удобнее и комфортнее. Не только инвалиды, но и мамы с колясками ездят. Им тоже удобнее, когда проехать, чем по бордюрах этих прыгать. Ну, здесь уже успели, нам все устраивает? Да, ну, возле Монтаны мы не проехали, нам помогли. А вот здесь хорошие переезды. До Московской еще не доехали смотреть. Стараются, делают для нас как же много. И, конечно, спасибо, потому что дорога очень хорошая вот на этом вот отрезке. Переезды, да, такие хорошие планы. При масштабном благоустройстве, которое началось и год назад, были учтены интересы всех пешеходов и автомобилистов, инвалидов и велосипедов. Ремонт объекта идет в две очереди. Итоги первой подвели сегодня на своеобразном выездном совещании. Характеристики нового партизанского впечатляют. Просторный, широкий, благоустроенный. Расширены тротуары, сокращено количество киосков. Был перенесен остановочный пункт и созданы дополнительные места для парковок. Кроме того, широкие тротуары стали велопешеходными. Отныне проспект – это сочетание комфорта, красоты и современности. Мы здесь опробируем новые виды остановок, мы здесь опробируем новые формы государственно-частного партнерства, то есть участие бизнесменов в благоустройстве. И здесь мы серьезно поработали по сетям, то есть сделали задел на будущие десятилетия, чтобы эту дорогу не перекапывать. Еще техническая часть такая осталась поменять, контактный провод троллейбусных линий, потому что, как я сказал, не только мы наводим глянец в марафет, а технической частью. Сдвинули стойки, теперь поменяем контактный провод. Остался кусочек заявки купалы туда, к гаражам. Это тоже продолжение. Там тоже жилые дома. Там немножко обустроим. Положим еще два слоя асфальта возле, как я сказал, кинотеатра «Юность». На пересечении с Орловской красивый удобный будет уголочек. На пересечении с Ленинградской красивый уголочек прорисованный. В рамках капитального ремонта густо-населенного партизанского проспекта в будущем будет благоустроено три наиболее проблемных двора. Не останется без внимания и вопрос установки нового знака для увековечения подвига партизанов. В будущем его восстановят, учитывая современные подходы. Открытие партизанского проспекта планируют к весне-лету следующего года. Подводя итог рабочего совещания о ремонте проспекта, городоначальник отметил и развитие транспортной инфраструктуры. В этом году в Бресте мы пошли на рекорд. У нас 33 улицы заасфальтированы. Из этих 33 улиц 15 улиц, грунтовых улиц, которые впервые получили асфальт. 7 километров грунтовых дорог, 8 километров старого асфальта поменяли. И это без Торченихидзе, без западного обхода, без Копинского путепровода. Поэтому вы прекрасно понимаете, что приоритет – это дорожная инфраструктура города. Тема подготовки Бреста к своему тысячелетнему юбилею коснулась всех – от рядовых жителей до самых крупных компаний. Подарки любимому городу дарят уже сейчас или готовят сюрпризы непосредственно ко дню рождения. Главное транспортное предприятие областного центра «Брестгортранс» в работу по подготовке к тысячелетию города включилось еще год назад. Значительно обновился парк общественного транспорта, в том числе и экспрессного сообщения. Какие новшества ожидают брещан и гости города журналистам, рассказали в ходе подведения итогов работы предприятия «Брестгортранс», которое прошло накануне. Подробности у Ирины Ольшовой. Подведение итогов работы предприятия «Брестгортранс» с участием первого заместителя председателя Брестского горсполкома Вадима Кравчука прошло в необычном формате – на площадке в городском парке 1 мая. Здесь владельцы маршрутов экспрессного сообщения продемонстрировали свои обновленные авто. Тематические изображения с символами Бреста – результат коллективного труда сотрудников «Брестгортранса» и «Брестского горсполкома». Я думаю, что именно если каждый наш житель города Бреста внесет тоже такую частичку, например, маршрутные такси видят себя, так обозначат, чтобы именно видно было, что впереди тысячелетия. Например, жители многоквартирных домов выйдет и посадят по деревцу или там какое-то зеленое насаждение, тоже обозначат себя. Субъекты хозяйственные, которые имеют там объекты, общественного питания или промышленного производства, сделать вечернюю или праздничную подсветку – это тоже будет обозначение и весомый вклад именно в празднование тысячелетия. Поэтому постепенно готовимся и я думаю, что будет все у нас хорошо. Каждый день на линию выходит 320 микроавтобусов на 19 маршрутов. По итогам мониторинга общественного мнения руководством города принято решение о полной реновации маршрутных такси. Речь идет как о техническом состоянии, так и о внешнем виде автомобилей. Модернизация началась с прошлого года и сегодня большая часть подвижного состава обновлена. Пределили так, что автомобили должны быть не старше 12 лет. Эта работа проводится и в течение года проводилась. И большинство уже автомобилей мы уже модернизировали и их обновили. Сегодня Брестгуртранс внедряет новую систему диспетчерского управления Азимут-2, которая позволит жителям на смартфонах и специальных табло на остановках в режиме онлайн следить за передвижением общественного транспорта. Сейчас идет переоборудование и разработка расписания движения маршрутов экспрессного сообщения. Продолжительность маршрута в одну сторону 20 километров. Проблема в основном с графиком движения, потому что зависит это от ремонта моста, железнодорожного переезда, который строится. Иногда возмущаются пассажиры, почему долго нет маршрутки. Но это все зависит от переезда. Соблюдение от нас графика есть, но не от нас зависящие факты. Идет переоборудование и разработка расписания движения городских экспрессных маршрутов. Сейчас уже порядка 50% разработанных этих расписаний до конца года. Все маршруты экспрессного сообщения будут у нас работать в данной системе. Следующий поэтапный переход это автобусы и троллейбусы. И в дальнейшем это позволит уже жителям города на пассажирообразующих пунктах в режиме онлайн увидеть работу общественного транспорта. Это только одна из тем, которую обсуждали в рамках рабочего совещания специалисты, подводя итоги работы предприятия Брестгортранс. О развитии в целом транспортной инфраструктуры, логистике областного центра мы расскажем вам в следующих выпусках программы Бугинформ. Смотрите и участвуйте в обсуждениях. Это касается всех нас. Вы смотрите итоги недели на БугТВ. Говорим о важном и актуальном. Говоря о мировых достопримечательностях, многие из нас вспоминают известные семь чудес света. Александрийский маяк, пирамиды Хеопса, храм Артемиды в Эфесе. В преддверии празднования тысячелетия Бреста представители Организационного комитета по проведению торжеств также задались вопросом, какие чудеса есть в областном центре, какие места горожане считают знаковыми и важными. Опрос был официально опубликован на сайте горосполкома еще в первых числах ноября. И за эти считанные дни на электронный адрес поступило несколько десятков писем с предложениями, причем не только от Брещан, но и зарубежных гостей. Так что же знакового есть в областном центре, какие достопримечательности войдут в заветную топ-семерку и каким видят Брест туристы. Об этом расскажет Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Брест – город традиций, город истории, город культуры, город творчества. Любой из его жителей сможет продолжить этот список и будет прав, ведь каждый в эти слова вкладывает что-то свое, что роднит, объединяет, сближает. В преддверии тысячелетия в год Малой Родины представители Организационного комитета по подготовке и празднованию миллениума решили задать вопрос Брещанам и гостям областного центра. А что вы считаете чудом для города над Бугом? За несколько дней на электронный адрес горосполкома пришло достаточно большое количество писем, в которые звучали разные объекты – от знаменитых Брестской крепости и Советской до отдельных улочек и скверов – примеров личных историй горожан. Мы очень довольны первыми результатами этого опроса. Идет очень много писем с предложениями, что же должно входить в этот список. Мы, безусловно, будем информировать горожан об этих предложениях, но сейчас могу сказать, что это те объекты, которые знакомы каждому из нас. Это и Брестская крепость, это набережная, это улица Советская, это зимний сад университета имени Пушкина, это Каштановая аллея на Гоголя и так далее. То есть люди пишут о тех местах, которые близки, наверное, к каждому из них. Немало военных конфликтов и политических событий видел областной центр за свою историю. Не раз разрушался, однако вновь и вновь возрождался, словно птица Феникс. Именно с этим образом часто ассоциируют город-историки. По крупицам они тщательно собирают все то, что связывает брещан сегодняшних с их предками. В числе центральных объектов отмечаем музей Берестия, откуда в свое время и начиналась судьба города. Я даже могу такой образ, как бы всем известный назвать, птица Феникс. Вот город, он как бы восставал, пропадал, исчезал, потом опять появлялся. Это и история с нашим древним городом Берестия. Ведь, смотрите, когда-то в летописях был упомянут он и только 50 лет назад его нашли. Это тоже уникально, потому что другие города летописные все были известны, местонахождение их известно было. Приезжающие в Брест туристы отмечают колоритность исторических объектов областного центра, не забывая при этом и о спортивных. Воспользовавшись механизмом безвизового режима, действующего на территории туристско-рекреационной зоны, в Брест активно приезжают гости из Польши. Например, чтобы поболеть за любимую гандбольную команду во дворец спорта Виктория. Это основная цель визита Тадеуша Лукашука и его жены Барбары в пограничный город. Кроме матча в планах навестить друзей, погулять по Советской и поесть настоящих белорусских драников. Брест – очень симпатичный белорусский город. Он много раз уничтожался, но смог сохранить свою красоту и приятную атмосферу. Мне очень нравится дворец спорта Виктория. Хорошая база, вообще много спортивных сооружений. Что хочется еще отметить, так это улица Советская, многоплановая и интересная. А еще здесь есть вкусная еда. Белорусская кухня – одна из лучших. В городе ее можно попробовать. Улица Советская – одно из знаковых мест и для горожан, которая, как и крепость, чаще всего звучит в ответах на опросы. Выйдя на улицу города, мы поинтересовались у самих брещан, что же они относят к семи чудесам областного центра. Я здесь родился, в школу ходил. Прекраснейшее место. Передать словами не могу. Чистота, порядок и прекрасный воздух. Для меня, наверное, самым таким уютным местечком является наш парк 1 мая. Мы очень там любим гулять, потому что там мало транспорта, свежий воздух, старые такие деревья, парк. Очень уютно, мило. Мы очень часто там проводим время с детьми. Для нас знаковое место – это Советская. Советская набережная. Часто бываем, да. Набережная Гоголя. Тоже очень красивая улица. Нам там нравится гулять. Так, что еще? Может быть, что-то из кафетериев? Люблю гулять по Советской, люблю гулять по Гоголя, по улице Фонарей. Очень нравится Брестская крепость значимая. Особенно осенняя Брестская крепость, когда рябина, как кровь, соответственно, отсвечивает все это. Очень здорово и красиво. Вообще Брест богат, конечно, историей очень такой интересной, неоднозначной. Я считаю, что Брещанам повезло с городом. Возвращаясь к теме опроса, стоит сказать, что он будет проводиться вплоть до конца календарного года. Последний день приема заявок – 31 декабря. Члены жюри отберут семь чудес Бреста, история которых будет отражена в буклетах, на ферменной сувенирной продукции, остановках общественного транспорта. Тем, кто еще хотел бы принять участие в опросе, необходимо направить электронное письмо на сайт организаторов представителей городского исполнительного комитета с пометкой «Семь чудес города Бреста». Тема, которая у всех на слуху. В свободной экономической зоне Бреста в районе аэропорта завершился очередной этап строительства завода по производству аккумуляторных батарей компании «АйПауэр». Практически полностью укомплектован административный корпус, получена вся исполнительная документация и поданы заявки на получение справок о выполнении технических условий. Журналистов городских и областных СМИ пригласили посетить производственный корпус предприятия, где практически завершены монтажно-строительные работы с участием итальянских производителей оборудования. Сегодня аккумуляторный завод «АйПауэр», который строится под Брестом, вновь в центре внимания. Предприятие посетили представители итальянской компании «Ля Пневматика» и «Ферацца», чтобы проконтролировать окончание монтажа 10 станков сборочной и финишной линий для аккумуляторных батарей, легковых и грузовых автомобилей. Процесс практически полностью автоматизирован. На линии предусмотрена работа только трех сотрудников для контроля за оборудованием. Мы очень довольны увиденным. Все, что смонтировано и представлено здесь, действительно говорит о том, что в будущем не будет никаких проблем с эксплуатацией. Все сделано на очень высоком уровне. Остались вопросы по расстановке оборудования, по монтажу технологического оборудования и подключению коммуникаций к данному технологическому оборудованию. Это считается как электричество, вода, газ, сжатый воздух и система аспирации. Каждая технологическая линия компании «Ля Пневматика» изготавливается индивидуально под конкретного заказчика. Опыт работы с Белоруссией у итальянцев уже есть. Они поставляли линии для завода компании «Эксайт» в Пинске. Нынешняя модифицированная производительность – почти пять аккумуляторов для легковых и три для грузовых за цикл. Все станки по заливке и сварке оборудованы системой проверки качества производимой продукции, а также экологически безопасны, потому что герметичны. Основными операциями являются пайка межбаночных перегородок, машина ТТП. Она производится большим током и сразу же мгновенно во время сварки производится качество сварки. То есть мы этим хотим подтвердить, что наша продукция будет произведена с высочайшим качеством и контролем. Мы поставляем оборудование от Соединенных Штатов Америки до Китая. Наши основные и самые важные клиенты в сфере производства аккумуляторов находятся в Европе. У нашей компании хорошая репутация. И мы заботимся о ее надежности. Наши заказчики еще ни разу не предъявляли нам претензии. Пусконаладочная работа, а также выпуск и тестирование опытной партии продукции начнется после окончания строительства и получения разрешений от всех контролирующих инстанций. Официальная дата – январь 2019 года. В это же время пройдет и обучение брестских сотрудников завода итальянскими специалистами. Мы заказывали у фирмы Ляпниматики линию, чтобы меминизировать людской труд. То есть у нас представлены полностью автоматизированные линии, которые могут выполнять переналадку в течение нескольких минут. То есть мы планируем, что переналадка всей линии займет 10 минут. Для сглаживания этих скачков 10-минутных мы предусматривали буфера как перед сборочными линиями, так и после сборочной линии на финишных операциях. То есть у нас процесс происходил непрерывно. Завершился пресс-тур по аккумуляторному заводу общением с итальянской стороной. Затронули вопросы экологической ситуации в целом, европейских стандартов безопасности подобных производств, а также проблему конкуренции с Китаем. Как заверили представители ля-пневматики, сотрудничество с iPower будет продолжено. Компания обеспечивает полное сопровождение готовых линий в течение всего срока их эксплуатации. Ирина Альшова, Андрей Щерба, телекомпания БОК-ТВ. Развитию профессионального образования в последние несколько лет в Беларуси уделяется особое пристальное внимание. Об этом не раз говорил глава государства во время выступлений. Обусловлено это несколькими факторами. В числе главных люди таких профессий, как слесарь, швея, электрик, строитель, да и многие другие, имеют постоянную востребованность на рынке труда. Подготовкой этих кадров занимаются сегодня колледжи и лицеи, которые уже осенью начинают свою активную профориентационную деятельность. Одно из последних мероприятий прошло на базе средней школы в деревне Тельмы Брестского района. Анастасия Ноздрин-Плотницкая с подробностями. Простым языком о непростых профессиях специалисты Брестского государственного колледжа приборостроения встретились с учащимися средней школы деревни Тельмы. В рамках открытого диалога юноши и девушки смогли задать представителям учебного заведения интересующие вопросы и узнать, насколько перспективны и востребованы на рынке труда сегодня электромонтеры, электромонтажники, следствия ремонтники и страховые агенты. Сегодня появилась уникальная возможность у наших ребят не только послушать представителя учебного заведения, но и что-то произвести своими руками. Потому что информацию в принципе о заведении любом можно найти в интернете. Сейчас это очень легко. А вот произвести, даже в какой-то мере получить эстетическое наслаждение, вот в мастер-классе вот эти розочки, это просто замечательно. Сегодня колледж приборостроения ведет активную подготовку молодых специалистов по шести профессиям, причем в 90% случаев это работа для мужчин. Каждый из тех, кто прошел обучение, имеет два варианта развития событий. Пробовать поступать в профильный вуз, либо идти работать, получает государство гарантированное первое рабочее место. Сегодня кадровый потенциал колледжа не только опытные профессионалы, но и молодые специалисты, что также привлекает школьников поступать на обучение именно сюда. Молодые преподаватели недалеко оторвались от нас. Очень интересное зрелище посмотреть на это. И что есть такая возможность, чтобы можно было прийти и посмотреть, как это происходит вообще. Наши учащиеся в принципе за три года обучения, если после девятых классов поступают, то никто не остается обделенным, скажем так. Все ребята уходят довольные, всем мы находим рабочие места. Ребята все, кто единово выполняет наши дипломные работы, сдают, защищают, получают диплом, работают довольны, если честно. В рамках мастер-классов ребята смогли попробовать себя в некоторых профессиях. Кроме того, хорошей наглядной моделью деятельности колледжа стала выставка дипломных работ учащихся. Среди экспонатов немало интересных арт-объектов. Финансовая самостоятельность – это один из мотивов того, что ребята приходят и в краткое время получают у нас рабочие профессии и рабочие места. Современному рынку труда необходимы высококвалифицированные специалисты. Каждый день работодатели повышают и без того высокие требования к уровню подготовки выпускников на начальной ступени получения специальности. А потому система профессионально-технического и среднеспециального образования находится в постоянном развитии, предлагая новые формы и методы обучения. Молодые люди не только пополняют свой багаж знаний, но и пробуют себя в различных конкурсах. В последние несколько лет все чаще белорусы привозят на родину награды чемпионата WorldSkills или, как его еще называют, Олимпиада для рабочих рук. В настоящее время это крупнейшее соревнование для молодых людей в возрасте до 22 лет. Сегодня в системе профессионально-технического образования у юношей и девушек есть все шансы для реализации. Профессии, в принципе, можно сказать, что они востребованы на рынке труда. Это можно судить по тому, как мы и куда трудоустраиваем ребят. На данный момент это более 100 предприятий Бреста и области, куда направлены наши молодые специалисты. Статус молодого специалиста дает определенные гарантии молодому человеку, в том числе и повышение оплаты труда, защита от неправомерных действий нанимательных в отношении молодого человека. Еще знаменитый Конфуций говорил о том, что выбрав для себя занятие по душе, человек не будет работать ни дня. Поэтому, определяя свой дальнейший путь, молодые люди должны руководствоваться желаниями и мечтами, которые формируются благодаря более тесному знакомству с будущей профессией. Практика проведения профориентационных встреч продолжится. Она продлится вплоть до начала вступительной кампании. Анастасия Ноздрим, Плотницкая, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. До начала переписи населения, которая пройдет в Беларуси в октябре 2019-го, осталось меньше года. Подготовительные работы к этой важной общественно-социальной кампании начались еще в 2017 году. Тогда прошла пробная перепись населения в Молодечинском районе, в ходе которой были отработаны переписные листы и протестировано программное обеспечение планшетов, с которыми будут работать регистраторы и переписчики. 6 ноября в подготовку к переписной кампании подключилась и Брещено. Подробности в репортаже Ирины Ольшовой. Всебелорусская перепись населения началась 6 ноября нынешнего года с работы регистраторов – работников, которые будут создавать своеобразную городскую навигацию для переписчиков. В Главном статистическом управлении Брестской области прошла учеба регистраторов. Именно на их плечи легла наиболее трудоемкая из всех работ – упорядочнее адресного хозяйства. Все регистраторы – работники жилищно-коммунального хозяйства. Главная задача регистраторов – это уточнить карту, уточнить элементы адресного ориентирования, правильно ли нанесены дома на карту и, собственно, выявить все здания, в которых проживает или может проживать население. Свою работу по упорядочению адресного хозяйства регистраторы должны завершить к 30 ноября. В специальные планшеты им предстоит внести все дома и помещения, где проживают люди. При этом ежедневные данные будут сразу поступать на сервер Белстата. Полученная информация станет основой для составления организационных планов проведения переписи населения в 2019 году. Работа нужна не только в настоящее время, скажем, для переписи населения, но она также очень важна и в последующем для работы городских служб, как предприятий ЖКХ, так и медицины, МЧС и так далее и тому подобное. Потому что в процессе, скажем, подготовки видно было, что особенно, наверное, по частному сектору, да, не везде есть номера домов, не отсутствует иногда название улиц. Поэтому эта очень работа важна, нужна и для этого они и будут сейчас, скажем, эту работу регистраторы делать, проводить сверху. Регистратор Ольга Морозова работает в Брестском котельном хозяйстве. Девушка – самый молодой участник переписной компании среди 28 брестских регистраторов. Поэтому свой первый рабочий день она провела вместе с сотрудником статуправления. На ближайшие 19 дней местом ее работы стал микрорайон Киевка в Бресте. Регистратору предстоит обойти порядка 700 домов и каждый внести в список, проверить нумерацию и аншлаги, уточнить название улиц. Отличительная особенность регистратора – удостоверение, сумка с логотипом, изновшеств, планшет со специальной программой. Дома не все оборудованы все-таки номерными знаками, не везде есть аншлаги. Можно легко заблудиться, если не иметь под руками карты. У нас она на планшете, то есть легко можно понять, где ты находишься, какая это улица. Если бы этого не было, было бы намного сложнее. По итогу работы хотелось бы, чтобы у всех домов появились аншлаги, чтобы на каждом доме был написан хотя бы номер дома, уже не говоря о его улице, чтобы всем службам города было легко их найти, чтобы люди сами ориентировались в чужой для себя части города, потому что без этого, конечно, тяжело. Только в области к работе регистратора привлечены 164 человека, из них 28 в Бресте и 3 в Брестском районе. Всего же по региону в переписи населения 2019 года примут участие порядка 2,5 тысяч сотрудников. Надо отметить, что по достигнутой договоренности между Брест-Гор-Трансом и Стат-Управлением проезд регистраторов в общественном транспорте и даже маршрутках будет бесплатным. В последующие двое суток республика будет находиться на периферии холодного антициклона с центром над Северной Волгой. В Брестской области скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей из Западной Европы. В Бресте 11 ноября облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 3-5 градусов со знаком плюс, максимальная днем 9 градусов. 12 ноября в Бресте облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Синоптики прогнозируют комфортную, даже теплую для второй декады ноября погоду. До 6 градусов со знаком плюс. Температура воздуха ночью до плюс 11. Прогреется воздух в дневные часы. Редактор субтитров А.Семкин